МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только для того, чтобы добраться до старта сегодняшней экспедиции, мне пришлось сплавляться по реке, ехать верхом, преодолевать поросшие лесом горные склоны, снова сплавляться и опять ехать верхом. Не прошло и трех дней. Спасибо, дружище. И мы прибыли. Вы знаете, друзья, мы с вами абсолютно счастливые люди. В нашей стране есть места, не уступающие лучшим природным заповедникам мира. Это горный Алтай, и прибыли мы сюда с одной единственной целью. Буквально за хвост ухватить последние тёплые деньки и познакомиться с новым компактным кроссовером синего цвета. Хотя, по правде сказать, в данном случае скорее подошло бы слово долгожданный, потому что новым Hyundai Creta можно назвать довольно условно. Фактически его выпуск начался в 2014 году. Сначала в Китае, там он известен под именем AX-25, а затем в Индии, где и получил своё нынешнее имя в честь греческого острова Крит. И вот теперь самый маленький представитель внедорожной линейки Hyundai приехал в Россию. Интересная деталь. Внешность моделей, выпускаемых на разных рынках, практически не отличается. Вероятно, потому что Creta выглядит довольно сбалансированным автомобилем с точки зрения дизайна. Здесь нет напускной брутальности охотничьи-рыбацкого внедорожника, но и однозначная девочковость тоже отсутствует. Вообще, вы знаете, организаторы нынешнего тест-драйва слишком много думают о возможностях нового своего кроссовера. Всё потому, что из этой невероятной природной долины есть только один выезд через эти невероятные природные холмы. И это точности повторяет условия какого-нибудь полигона для проверки внедорожников. Но я напомню, у нас компактный кроссовер. Пока испытание боковым уклоном пройдено, а сейчас так называемая рампа. Мы должны перевалить здесь через естественное препятствие. Я не жму на тормоз. И да, у нас срабатывает ассистент помощи при спуске. Хватит. Он до сих пор срабатывает. Для того, чтобы этого не происходило, я буду сжать на газ. Ещё до официального представления Крета на российском рынке вокруг кроссовера стали появляться народные мифы. Один из них гласит, в основе новой модели лежит довольно слабая с технической точки зрения платформа Солярис. Представители Хёнде, в свою очередь, настойчиво утверждают. Внутри находится Элантра. И не просто Элантра, а Элантра улучшенная. И вот вам пример. Наша задняя подвеска – многорычажка. Именно поэтому я могу комфортно рулить одной рукой, общаться с вами и почти не следить за дорогой, несмотря на то, что она довольно разбитая. Отличительные черты, технические особенности и специфику российской версии Крета мы рассмотрим чуть позже. А пока несколько слов о пригодности нового паркетника к жизни вне паркета. Перенастроенная ходовая часть неплохо справляется с неприятностями в виде неглубокой колейности, гравийного покрытия и относительно ровной грунтовки. Но когда бугров, трещин и мелких ям становится больше... Вот здесь подвеска начинает нервничать. Как только появляются высокочастотные неровности, мы тут же слышим, как они передаются в салон и вообще в весь кузов. И что характерно, тормоза не теряют своей производительности даже в такой сложной местности. И здесь нужно отметить еще одну приятную техническую особенность нового кроссовера. В любой, даже в самой простой комплектации, он оборудован дисковыми задними тормозами. Нет, 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 конечно, этот автомобиль не для разбитых грунтовых дорог. Какое-то время, конечно, в нем можно ехать по такой разбитой дороге, но недолго. Кстати, о дорогах. Здесь, на Алтае, у них есть одна удивительная особенность. Они либо разбиты до основания, либо щеголяют таким качеством покрытия, которое редко встретишь даже на дорогах больших автомобильных евродержав. И потому мы просто обязаны подвергнуть наш тестовый кроссовер испытанию средой, для которой, по сути, он и предназначен. Мы выезжаем на асфальт. Вообще, похоже на то, что автомобиль пытается понравиться всем и сразу. Это хорошо, я это только приветствую. Это классное стремление. Его влияние ощущается в том, как автомобиль выглядит, насколько он практичен, и даже в том, как организовано пространство водителя. Четкое деление на зоны. Зона мультимедиа, зона климата, зона больших цифровых часов. Это, конечно, привет владельцам японских автомобилей, в частности, Toyota. Это они любят, чтобы так цифровые часы были здесь. Они есть здесь, если хотите. Отличные приборы. Они простые. Они по-немецки простые, но, тем не менее, очень читаемые. Никакой пошлой синей подсветки, как это обычно мы встречали в корейских автомобилях. У нас есть бортовой компьютер, который показывает расход топлива сейчас 10,8. Ровно столько, сколько должен расходовать автомобиль по документам. Но в городском режиме. Таким образом, разница между заявленным и фактическим расходом топлива у меня составила 2,5 литра. Хотя, если по-честному, причина перерасхода, как мне кажется, кроется не столько в автомобиле, сколько в водителе и его манере вождения. Кстати, о водителе. Точнее, о том уровне комфорта, который ему полагается. Подлокотник, все стеклоподъемники, правда, автоматические, только водительские. И для того, чтобы у вас не возникало никаких сомнений по этому поводу, здесь на кнопке так и написано «Авто». У нас есть электрозеркала, бесключевой запуск, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, водительского и даже пассажирского, подогрев заднего дивана. Подогрев заднего дивана! У нас есть подогрев руля. Это как раз подготовленность автомобиля к российским условиям. 750 тысяч километров проехали инженеры Хёнде и испытатели по России, по Северу, по Заполярью, еще где-то, для того, чтобы понять, что же нужно российскому покупателю. И в результате у нас появилось полностью подогреваемое лобовое стекло, подогрев руля, подогрев всех сидений. Более емкий аккумулятор и пластиковый топливный бак вместо стального. Еще были изменены настройки и способ установки амортизаторов, а усилитель руля получил новый алгоритм с чуть более выраженным нолем. И, конечно, моторы. По результатам годовых испытаний, двигатели были адаптированы для 92-го бензина и способны запускаться до минус 30 градусов. Кстати, о моторах. Здесь все предельно просто и понятно. 1,6, 2 литра. 123 или 149,6. Вот эти 6 десятых меня покорили. Это как раз наш мотор у нас под капотом находится. С трансмиссиями никакого баловства. Никаких вариаторов или четырехступенчатых автоматов. Хотя, вы знаете, я думаю, что с удовольствием маркетологи и инженеры Хёнде влепили бы нам под капот и четырехступенчатый автомат, ради того, чтобы цена на автомобиль была еще ниже. Но у них просто таких нет. Поэтому шестиступенчатая механика и шестиступенчатая автоматическая коробка передач тоже наш вариант. Моно или полный привод? Наш вариант. Я имею в виду полный привод, разумеется. Кстати говоря, полный привод здесь аналогичен тому, что вы встречаете в больших собратьях в Санта-Фе, в Тусане, к примеру, или даже в Гранд Санта-Фе. Вот какой здесь стоит полный привод. Помимо общей системы полного привода, к сожалению, и проблемы здесь тоже общие. К примеру, это одна из самых досадных и распространенных среди корейских автомобилей. Нехватка динамики при достаточной мощности. С одной стороны у нас есть 150 сил и шестиступенчатый автомат. Это новый автомат. Относительно новый. С другой стороны... Я сейчас чуть замедлюсь, чтобы мы не с 80 начинали разгоняться, а так вот километров с 30. С другой стороны... Когда я делаю так, послушайте. Вы слышите, как он старательно набирает скорость и так он будет делать в течение 11,3 секунды. Для автомобилей, которые весят чуть больше мотороллера, я должен сказать, что это не самые прекрасные динамические характеристики. Они немного улучшатся, если вы предпочтете механическую коробку передач, но незначительно. И это не здорово. Но, как это часто бывает, недостаток уравновешен достоинством. В нашем случае вялая динамика отчасти компенсирована неплохим рулением. Ребята из Hyundai забрали у Lantra не только подвеску и мультимедиа, но и руль. Руль реально очень классный. Выглядит дорого. С приливами, кожаной, с прострочкой. Здесь управление бортовым компьютером, здесь управление мультимедиа и телефоном. Громкая связь у нас тоже есть. Не могу сказать, что ноль здесь выражен действительно четко, но то, что нагрузка увеличивается с ростом скорости, это очень приятно. А все потому, что у нас электроусилитель. В стартовых комплектациях или в моноприводных комплектациях вы получаете гидроусилитель, а в более дорогих полноприводных с двухлитровым мотором электроусилитель рулевого колеса. В результате кроссовер ведет себя на дороге понятно. В поворотах позволяет без подруливаний выдерживать запланированные траектории и даже чувствовать какую-то обратную связь от передней оси. И главное, управлять этим автомобилем легко и комфортно. Но поскольку я ищу не комфорт, а предел возможностей маленькой креты, мы покидаем асфальт и идем навстречу дикой природе, противопоставить которой мы сможем 190 миллиметров клиренса, не самую плохую геометрию, возможность принудительно заблокировать муфту и личное мужество водителя. Ходом, 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 брод, ходом, ходом. Отлично! Хорошо! Хотя, нет, это не главное развлечение здесь. Главное развлечение – это русло реки. Сейчас сезон малой воды здесь, на Алтае. И поэтому некоторые реки реально просто высыхают. Но не полностью. Течение еще есть, а главное – есть каменистое с глыбами дно, по которому мы сейчас и идем просто по реке. Мы едем на автомобиле по реке и можем покинуть ее в любой момент, когда захотим. Вот, к примеру, сейчас. Давай, выезжай! Такое ощущение, что мы не должны здесь чисто геометрически проходить, но он это делает. Причем, нужно сказать, у нас обычная шоссейная резина. И вот сейчас мы точно прыгаем. Ах! Вот здесь-то ты точно сядешь. Я в этом абсолютно уверен. В такой колейности, пожалуй, не проехал бы. Нет? Нет? Он проезжает. И на этой радостной ноте я хочу подвести итоги сегодняшнего знакомства. Крета получилась довольно симпатичным, неплохо укомплектованным автомобилем с приличным интерьером и понятным рулением. При этом кроссоверу определенно не хватает динамики, энергоемкости, подвески на плохой дороге и круиз-контроля. Но самое главное, что нужно помнить, пытаясь хвалить или ругать Hyundai Creta. Перед нами бюджетный автомобиль. Его цена 749 900 за базовую комплектацию и 1 159 900 за топовую. Это дешевле среднеукомплектованного Ford Focus и значительно, значительно дешевле одной из стартовых комплектаций Skoda Yeti. Есть над чем задуматься. Вы знаете, а мне он понравился. Мне нравится этот бодрый малыш. У меня такое ощущение, что компании Hyundai удалось сделать автомобиль, который сможет повторить успех Solaris. Во всяком случае, на российском рынке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok